Девушки отдыхают Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Серик Акишев. Это викторина «Бегом за деньгами» здесь, на Хабаре. Сегодня уже весна. Замечательный день, 1 марта. И в Казахстане празднуется День Благодарности, который олицетворяет собой дружбу, взаимопомощь и единство нашего народа. И мне кажется, в том числе об этом наша викторина. Итак, с сегодняшней команды за «Синим столом» играет мой коллега, телевизионный продюсер, режиссер Алтымбек Рахметов. Давайте поприветствуем Алтымбека. Он представляет южную столицу Алматы. И ее же представляет его напарница сегодня, музыкант и педагог Оксана Мухоморова. Аплодисменты. Ваши соперники сегодня за «Красным столом». Геннадий Бахтин, тоже музыкант. Это замечательно, прекрасно. Геннадий родился в Хакасии, в Змеиногорске. Сейчас живет и работает в Алмате. И его напарница сегодня, Харашаш Жермамбетова. Харашаш тоже представляет сразу два города. И замечательный семей прекрасный наш любимый. И Алматы. Аплодисменты. Вы знаете, обычно мы сразу начинаем играть. Но раз сегодня день благодарности, давайте нашу сегодняшнюю игру начнем с благодарности. Алике, давайте... Я думаю, что, наверное, люди повзрослее должны начать все-таки. Хорошо. Геннадий, давайте с вас тогда начнем. Прежде всего, благодарю Господа. Он дал жизнь всем, бытие. И его проведение на эту программу перед концертом. 12-го числа концерта. Слава Богу. Харашаш. Кого или что вы хотели бы поблагодарить сегодня? Я благодарю всех казахстанцев. Ой, как замечательно, прекрасно. Я всех благодарю. Ой, как здорово. Всех, всех, всех. Как на премии Оскар. Я хочу поблагодарить всех. Алике? Алғы сайты оғыны күтті болсын. Баршаларымызды осы адемы, мирамен күттіғын күттіғын күледі. Достық, ұнтмақтық болсын. Сол үшін арналған мерекелердің бірі. А я бы от имени нашей редакции хотел бы вашим рецепт поблагодарить всех наших зрителей и участников Викторины «Бегом за деньгами» за скорость, красоту и ваши знания, которые вы демонстрируете всей стране. Спасибо. Мы начинаем наш первый раунд. Поехали. Уважаемый зритель, спешим вам напомнить правила нашей Викторины. Правила первых четырех раундов Телевикторины «Бегом за деньгами». На правом табло обозначены шесть слов или понятий, имеющих отношение к выбранной категории. На левом табло поочередно открываются четыре таблички, каждая из которых соответствует только одному слову справа. За определенное таймером время участники должны корректно сопоставить таблички на правом табло. За правильный ответ игроки получают десять баллов. По итогам четырех раундов в финальный забег проходит команда, набравшая большее количество баллов. Их ожидает увлекательный финал, где они могут выиграть денежный приз в размере 120 тысяч тенге. Уважаемые игроки, у меня в руках счастливая монета, которая определит, а синяя или красная команда первой будет выбирать категорию, и, соответственно, первой начнет. Правда, неизвестно, насколько первыми начинать легче. Ну, кому-то да, кому-то нет. Итак, и начинает команда синий-синий стол, Алтмебек, Оксана. Вам первыми выбирать категорию, и у вас на выбор, ух, как интересно, творчество или благодарность. Вот так называются категории. Ну, так как сегодня 1 марта, день благодарности, давайте выберем благодарность, да? Замечательно. Вам достается, таким образом, Геннадий, хорошо, аж творчество. Итак, Алтмебек, Оксана, под аплодисменты в нашей студии, прошу к стартовой кнопке. Оксана, вы владеете прекрасно универсальным языком, языком музыки, насколько мы знаем, у вас абсолютно музыкальный слух. Насчет языков. Улькен Рахмецзге, большое спасибо. Давайте еще добавим на каких-нибудь языках. Мираба. О, отлично. Рахмат. А, это Рахмат, подождите, Рахмат, это в Узбекистане так говорят. Спасибо большое. Данкешен. Это спасибо. Ой, 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 ой. Да, да, да. Данкешен, Данкешен, Данкешен. Так, 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 по-моему, они уже назвали все, что можно. Именно об этом наш вопрос. Давайте посмотрим на экран. Нет, если там сейчас будет совпадение, так будет нечестно. Итак, поехали. Смотрим на вашу. Рахмат, отлично. Спасибо, прекрасно. Мерси, Данке, Грассиас, Киитос или Киитос, но скорее Киитос. Итак, это спасибо на разных языках планеты, а с левой стороны, собственно, страны, где так говорят. Одно с другим нужно сопоставить. Ну, напомню, первый раунд у нас разминочный, поэтому здесь нужно отработать технику, скажем так. Три, два, один. Нажимаем на кнопку и побежали к нашему табло. А первое, быстрее, 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 Оксана. Первый язык французский. Так, по-французски, отлично, замечательно. И быстрее, 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 Оксана, теряете время. Так, Аликет чуть-чуть добавим. Бапинский, вот как интересно. Бапинский, ну, мне здесь кажется так. Так, и следующая табличка, это Тазакша. С этого мы сегодня начали. Так, и быстрее, 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 последняя табличка. Немецкий. Не успели. Ай-яй-яй-яй-яй. Данке. Данке. Ну, вот сейчас мы отработали с вами очень важный момент, который касается скорости. Да, и Оксана немножечко вначале, как бы, медленно. Аутенбек тоже разгонялся, но постепенно разогнались. Ну, буквально несколько секунд не хватило. Я думаю, что во втором раунде с этим будет уже полегче. Ну, хотя мы, собственно, знаем, что здесь все верно, но давайте нашим зрителям об этом напомним. На казахском, спасибо, Рахмет. На французском, Мерси. По-немецки, Данке, но мы его не засчитываем. К сожалению, это было уже после финальной сирены. И по-фински, Китос. Аплодисменты. Итого, ваше количество очков в этом раунде 30. 10 баллов за скорость я, к сожалению, не добавляю. Неплохое начало. Прошу сюда аплодисменты Аутенбеку и Оксане. Геннадий Хорошаш, ну, вы теперь все видели, все знаете. Прошу кнопки. Мы с вами будем играть в вопрос, связанный с творчеством. Но если говорить о творчестве, именно с точки зрения того, что вам нравится, да? У Геннадию логичный вопрос – это музыка. А, Геннадий, что еще помимо музыки, если говорить вообще об искусстве, о творчестве, литературе? Меня вдохновляет поэзия. О, прекрасно. Это же, это прям царица просто текстового жанра. Меня вдохновляет опера. Ох! Хорошо, а что вы добавите к этому списку? Меня вдохновляет мой муж. Он мой музык. Вау, как прекрасно это звучит. Дорогие друзья, вопрос о творчестве для этой прекрасной семейной пары. Итак, на табло появляются виды, собственно, творчества. Литература, живопись, кино, журналистика, музыка и скульптура. А слева яркие представители того или иного вида творческой деятельности человека. Три, два, один. Нажимаем на кнопку и побежали. Первая табличка, которая появляется на табло. Быстрее, 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 пожалуйста. Это Роман. Конечно же, Роман, являющий представитель. Так, и чуть-чуть быстрее. Так, дальше. Давайте поднимаем аплодисментами нашу команду. Это легко, конечно же. Джаз. Так, и чуть-чуть быстрее, чуть-чуть быстрее. Интервью. Замечательно, прекрасно. И должна успеть, должна, 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 должна. И последняя табличка, Геннадий, давайте попробуйте. Так, ну ладно, поставьте уже. Поставьте, поставьте, Геннадий. Куда ее, комедию? Ну, конечно же, вот сюда. Замечательно, прекрасно. Возвращайтесь в Хорошаш. И вы можете быстрее, я в этом не сомневаюсь. Да? И во втором раунде, пожалуйста, сделайте это. Итак, теперь правильные ответы, которые появляются на табло. У нас совпадение. Роман, конечно же, речь идет о литературе. Комедия, кино. Но мы не засчитываем. Интервью, журналистика, джаз, музыка. Вот так. У вас тоже 30 баллов. Идете ноздря к ноздре с вашими соперниками. Возвращайтесь к себе под аплодисменты нашей студии. А мы переходим во второй раунд нашей викторины. За сидим столом играет Алтымбек Рахметов и Оксана Мухаморова. Алтымбека я в самом начале представил как бы основным его видом деятельности, если говорить о телевидении, режиссуре, продюсировании. Но на самом деле Алтымбек человек уникум, я считаю, в нашем. Но это правда. Ты продюсируешь и концерты, ты работаешь и с артистами, и музыкальные проекты. Что ты только не делаешь. Еще хватает времени на семью. Если из всех творческих видов деятельности говорить, что самое любимое? Все. А любую работу, которую начинаешь делать, надо делать с любовью. Поэтому говорить о том, что телевидение я люблю больше, чем там концертную площадку, или эвенты люблю больше, чем, допустим, что-то другое, нельзя. Любую работу, которую ты делаешь, надо делать с любовью. Вот это да. Оксана, когда вы поняли, что музыка ваше призвание? Я училась в простой школе. Да. Пришла в первый класс. У нас были уроки музыки в музыкальной школе. И получается, в классе, где мы занимались, стояли столы, и на них был нарисован вот этот клавиш. Так, нарисованный. То есть это не были фортепианы и пианино. И моя классница сидит такая, говорит, ой, смотри, клавиш, умею играть на пианино. Я говорю, ой, классно, короче. И что-то вот я вот с этого момента поняла, что я хочу научиться играть на фортепиано. И, в общем, я пришла... А там уже дальше пошло. Да, я пришла к маме и говорю, мам, я хочу учиться играть на фортепиано. Она говорит, ну ладно, хорошо. Она меня отвела в музыкальную школу на следующий год. И она меня прослушала, учительница, говорит, ладно, мы вас возьмем. И получилось так, что первый месяц у меня вообще не было денег в семье. И я вот как раз благодарность. Я хочу поблагодарить свою учительницу, Наталью Владимировичу Чечину, которая является руководителем хора Коктем, за то, что она первый месяц мне разрешила заниматься бесплатно в школе. Прозвращаемся к нашей игре. Мы вновь прибегаем помощи Лаки Коин, потому что 30 против 30. До этого она улыбнулась синим. Сейчас посмотрим еще раз, кому. И вновь синие выбирает категорию. Итак, Алтенбек и Оксана, вам на выбор англицизмы или животные? Животные. Животные, да? Да, животные. Я сын скотника. А, замечательно, прекрасно. Итак, категория... Главное, чтобы не тропические какие-то животные были. Сейчас посмотрим, да. Может быть, если экзотические, то будет сложнее. Давайте посмотрим на правую сторону табло. Там появляются классы животного мира. И это... Млекопитающие, Присмыкающиеся, Птицы, Рыбы, Земноводные И беспозвоночные. А слева их представители. Оксана, что страшно? Да. Ничего, дядя Алтенбек поможет. А у нас гриски выбирать. По-моему, это все-таки достаточно легкий вопрос. Сейчас вы все увидите на табло, и будет легко. Итак, напомню, подсказывать нельзя. Можно только руками потом переставить табличку своего напарника, если была ошибка, на ваш взгляд. Три, два, один. Нажимаем на кропку. И поехали. Первая. Мойва. Это, конечно же... Так, 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 так. И бегом, 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 бегом. Чуть быстрее. Следующая табличка. Черепахи. И черепаха у нас... Так, 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 так. А какая черепаха? Быстрее. Просто черепаха. Есть, которая на земле и в баке. Потом, 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 потом. Саламандра. Это мы обсудим потом. Так. Беспечащий. Так. И... Быстрее, 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 быстрее. Нельзя подсказывать. Так. Ставь куда-нибудь и... Я не знаю, что такое саламандра. Оксана. Пиявку вот кому определить? Это беспозвоночная. Скорее всего. Пиявку к беспозвоночным отправляет Алтанбек Рахметов. Итак. Даже если это правильно, а это, скорее всего, правильно, мы, к сожалению, не засчитаем. Поэтому бегайте быстрее. Итак. Смотрим. Саламандра, которая отела столько времени. Правильный ли это был ответ? И... Саламандра, не присмыкающаяся. Мойва. Рыба. И, конечно же, черепаха. Тоже неверный ответ. И пиявка беспозвоночная. Хоть и не засчитываем, но ответ правильный. Подождите. А черепаха какая? Вот теперь давайте вместе прояснять. Мне капитальше, скорее всего. Черепаха пресмыкающаяся. А саламандра как раз земноводная. Вот так. Вот теперь все правильно. Вы заработали 10 баллов в этом раунде. Аплодисменты. Пойдемте сюда. И теперь Геннадий Хорошаш. Прошу красные кнопки. Вам достались англицизмы. Но вы, кстати, на многих языках поете. У вас, Геннадий, я знаю, есть и в репертуаре песни на русском, на казахском, на кыргызском. А на английском есть? На английском нет. Один куплет девочки зачинили из моих произведений. Хорошаш, а у вас как тогда с английским? Ну, хотя англицизмы – это же такая вещь. Ну, словарный. Хорошаш, Геннадий, сейчас не просто англицизмы. Я в некотором роде прошу прощения за даже усложнение. Неологизмы, я бы даже так сказал. Причем из таких современных вариантов. Итак, смотрим на правую сторону табло. Там появляются синонимы, скажем так, навык, реальность случаев, исправление, план, цель и доказательства. А слева эти самые англицизмы и неологизмы, которые вот то или иное означают. Три, два, один. Нажимаем на кнопку, побежали. Хорошаш, первый этап, первая табличка. Пруф. Так, дальше, следующая табличка – это таргет. Возможно, напомню, внести корректировки, если хотите. Так, так, и… Ну же, ну же, ну же, ну же, быстрее, слишком долго думаете. Следующая табличка – это кейс. Так, с этим, по-моему, должно получиться. Так, и последняя табличка – это скилл. И Геннадий ставит его. Ставьте уже. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Возвращайтесь к красной кнопке. Итак, вы же у нас спортивная такая семья. Хотя в плане скорости сейчас, кстати, все было хорошо. Теперь смотрим на правильные ответы. Кейс-навык – нет. Скилл-исправление – нет. Таргет-план – нет. И пруф-цель тоже нет. Браво. Так, ну, к старшему поколению, я думаю, это простительно, абсолютно. Пруф – это доказательство. Таргет – это цель. Скилл – это навык. Кейс – реальный случай. Вот так. Браво. Хорошо, аж Геннадий, проходите к себе. АПЛОДИСМЕНТЫ Что мы видим на табло? Команда синих продолжает опережать вас. Команду красных. Но с небольшим отрывом – 10 баллов. Так что есть возможность отыграться в третьем раунде, который мы сыграем прямо сейчас. Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ Два проекта было. Работал со взрослыми очень и с молодежью. Авторский проект. Не мог найти человека, который соединит мне. Потому что, когда собираешь что-то, надо и кормить заодно. Угощать. Казахстан. И, в общем, по-простому говоря, звонит мне одна женщина, говорит, я хотел бы учить сына на гитаре. Я тоже, я эстрадный гитарист вообще, инструменталист. Ну, я говорю, а вы не поете просто? Ну, по тембру слышно сразу. Да, пою. Пригласил ее, прослушал. Шикарный голос. И влюбился. Ну, дальше, больше. Прекрасно, замечательно. Итак, Алтембек, Оксана, вы на 10 баллов опережаете. И теперь заслуженное право выбора категории, а не просто монета. Итак, спортсмены или фразеологизмы? Фразеологизмы. 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 Хорошо, прошу кнопки. Итак, есть ли какие-то, может быть, там, не знаю, крылатые, или какие-то, может быть, спецфразочки. Могу сказать, у меня есть одна, это уже прям притча во языцах в команде. У меня есть небольшая ремарка. Вот это, я говорю, вместо «но». Там, может быть, она потом очень большая. Алтембек. Ну, сейчас это мы называем хэштегами, наверное. Ейтасаверн дер, когда куда-то в дорогу собираешься. И когда какие-то там... Хочу что-то сказать под текстом. Мой хэштег «Аснарвар». Вау! Вот это прям отдельные спецфразы Алтембека Рахметова. Оксана, вы что, свое? Ну, у меня есть фразы. Я обычно говорю, началось в колхозе утро. Когда, например, что-то происходит, никак не по плану. Совершенно верно. Вот сейчас вы, собственно, описали вопрос. С правой стороны было бы началось в колхозе утро, а слева было бы началось что-то не по плану. Вот так, собственно, и выглядит ваш третий вопрос. Поехали. Здесь у нас Ахиллесова пята, Дамоклов меч, Авгиевы конюшни, Ящик пандоры, Собака на сене и Нить ариадный. А слева, да, они уже обсуждают вопрос, это замечательно. Прекрасно, вы готовы, я так понимаю? Три, два, один. Нажимаем на кнопку и побежали. И первая табличка, которая появляется, это источник несчастья. О чем идет речь? Так, 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 допустим. Дальше. Следующая табличка, уязвимое место. Так. Уверен, вы знаете ответ. Оксана, быстрее, быстрее, быстрее ставьте куда-нибудь, если не знаете. Бегом обратно. И грозящая опасность. А вот это очень интересно. Очень интересно. Так, 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 и так, и... Не туда, не туда, не туда. Пошли. Я вообще не курс. Ну давайте со спасительным выходом разберемся. Его куда вы определите? Сейчас уже. I don't know. Ну, спасительный выход. Может быть, Ариан, Ариан? Конечно, именно об этом идет речь. К сожалению, она не засчитывает. Я хочу сейчас нашим зрителям сказать. Дорогие друзья, вы сейчас смотрите нас там на Ютьюбе, и смотрите сейчас на телеэкране, и такие, да, ну, ну, что там, это легко. Попробуйте вот здесь за 30 секунд еще все мешают быстро все верно расставить. Итак, смотрим на правильные ответы. Надеюсь, они есть. Ахиллесова пята уязвимое место. Конечно, правильно. Дамоклов меч, источник несчастья, близко, но не совсем верно. Грозящая опасность тоже, к сожалению, неправильно. Спасительный выход не теряется, да, но мы его не засчитываем. Ну, тут, собственно, Аутенбек мне сейчас подскажет, кого куда. Грозящая опасность. Ящик, ой, нет, Дамоклов меч. Дамоклов, который навис над нами, да. Так, и источник несчастья это... Ящик Пандоры. Да. Вот. Я такой даже вообще не слышала. Замечательно. Я не слышала. Ну, я исправил хотя бы один ответ у нас здесь. Вот, и это очень, очень правильное решение, когда... Быстрее, короче, бегать кто-нибудь... Это часть игры. Обязательно поправляйтесь со своими напарниками, если все время. Кстати, могу подсказать. Знаете, когда, если, допустим, сейчас у вас такая ситуация произойдет, сначала поменяйте, а потом возьмите свою табличку. Так будет быстрее. Хорошо? Прошу обратно. И фразеологизмы были достаточно неплохо. Итоговый счет команды синих 50, а 30... У команды красных прошу красные кнопки. И спортсмены вам достались. Есть ли спортсмены, которыми вы восхищаетесь? Ну, в свое время. Да. Не обязательно там современники. Может, кто-то пораньше. Лидия Скобликова была. Так. Яшин, Лев Яшин. Ой, вы прям легенду сейчас вспомнили. Так. Здесь хоккеистов очень много. Прекрасно, замечательно. Чуть-то сложнее задание. Сейчас легенды, но есть уточнения. Наши, казахстанские. Итак, с правой стороны появляются Ольга Рыбакова, Даньяр Ильюсинов, Денис Тен, Асхад Житкеев, Александр Винокуров, Зульфия Чиншанло. Давайте поаплодируем нашим прекрасным спортсменам. И, конечно же, вспомним замечательного великого Дениса. Слева виды спорта, в которых они достигли замечательных высот, представляя нашу страну. Три, два, один, поехали. Первая табличка – это бокс. Так, бокс. Дальше. Следующая табличка. Тяжелая атлетика. Так, тяжелая атлетика. О ком идет речь? Быстрее, 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 быстрее. А, быстрее, быстрее. Доставки уже куда-нибудь и возвращайтесь обратно. Так. Ну же, ну же, Геннадий, зачем так много времени? Сюда. Так. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, и, и, ну же. Фу, это была драма. Мне не было хотела. Так. Ладно, фигурное катание побудет пока у меня в руках. Да, действие. Знаем же. Ой, блин. Все знаете, совершенно верно. Теперь сверять. Бокс Даниара Люсинов. Верно. Дзюдо, Денис Тен. Нет, конечно. Тяжелая атлетика. Чуть-чуть ошиблась, по-моему, хороша, когда хотела поправить. И теперь, теперь, конечно же, начнем с фигурного катания. Вот если бы было чуть больше времени, то было бы все верно. Дзюдо. Куда? Вот сюда. И тяжелая атлетика. Вы знаете. Куда? Зульфия. Зульфия, конечно же. Так, вот сюда. Замечательно. Это был прекрасный шанс сейчас, в третьем раунде, вам все-таки догнать своих соперников. И, может быть, даже перегнать. Но, к сожалению, вы им не воспользовались. Немножко вот эта суматоха повредила. И поэтому 40 против 50. С другой стороны, отрыв не такой большой. Проходите, пожалуйста, сюда. Мы переходим в четвертый раунд нашей викторины. Поехали! Четвертый раунд викторины «Бегом за деньгами» здесь, на Хабаре. Сегодня с нами играют Геннадий Бахтин и Хороша Жарман Бетова. Играют неплохо. Сейчас посмотрим, как пройдет четвертый раунд. И ваши соперники, которые вас опережают. Оксана Мухаморова, Алтенбек, Рахметов. У меня вопрос, Альке, к вам, прежде чем мы будем выбирать категорию. Обычно у нашего брата спрашивают, какие новости, какие интересные проекты. Мне кажется, для тебя это сложный вопрос. Потому что у тебя их там 10 в работе. Может быть, что-то особенно интересное ты бы хотел отметить? Ближайшее. 1 марта на канале Хабар смотрите «Бегом за деньгами». И после этого эфира, ближайшее, это 8 марта, женщины с праздником вас. Скоро у вас праздничает. Итак, команда «Синих» выбирает. Озвучка или сериалы? Ого. Я сериалы возьму. Или ты не смотришь? Ну, давайте, ну, пусть девушка выберет. Все, хорошо. Хоть один раз можно что-нибудь? Да, можно. Сериалы вам достаются. Подождите, вам достается категория озвучка. И по нашим правилам в четвертом раунде первой бежит та команда, у которой меньше баллов. Поэтому, Карашаш и Геннадий, прошу вам красной кнопки. Мне очень интересно, что наши редакторы подготовили на тему озвучания. Сейчас посмотрим. Ну, вы как люди творческие, я думаю, понимаете, о чем идет речь. Очень часто при производстве фильмов или мультфильмов используются, собственно, актеры, которые их озвучивают. И это такая достаточно интересная история получается из этого. Давайте посмотрим на правую сторону табло. Там появляется ваш вопрос. Актеры, которые в том числе занимались озвучанием. Алексей Колган. Евгений Леонов. Олег Табаков. Константин Хабенский. Сергей Пенкин. Василий Леванов. Не только актеры, а творческие единицы. Внимание, вопрос. С левой стороны будут появляться анимационные персонажи, которые в итоге на русском языке звучали именно голосом этих актеров. Даже если речь идет, например, о каких-то западных анимационных картинах. Итак, 3, 2, 1. Это четвертый сложный раунд. Начинается. Поехали. И первый анимационный персонаж Лев Алекс. Из какого-нибудь анимации. Ставьте куда-нибудь, если не знаете. Напомню, это очень важно. Быстрее. Коротят, пожалуйста. Дальше. Гарфилд. Кот Гарфилд. С чьим голосом он звучал в итоге на русском языке? Так. Ага. И дальше следующий. Карлсон. Ну, это же наш Карлсон. Так. Это не западный Карлсон. Карлсон у нас озвучил так. И дальше последняя табличка. Ну, поставьте уже. Мне прям интересно, Геннадий, что у вас по поводу интуиции. Голосом Шрека в итоге на русском языке был... Ну, давайте уже, поставьте. Хорошо. Очень интересно. Логику я прослеживаю некоторую в этом. Ну, что ж, 10 баллов за скорость вы не взяли. Порошаш, напомню, очень важное правило нашей викторины. А вот в вашем лице хочу обратиться к другим игрокам. Никогда не сдавайтесь. Нельзя сдаваться. Вы поняли, что сложный вопрос. Вы там ничего не понимаете. Ну и что? Бежим до конца. Мне кажется, это важный жизненный принцип. А теперь совпадение. Итак, Лев Алекс, Евгений Леонов. Нет. Шрек Табаков. Нет. Карлсон Хабенский. Нет. Гарфилд Леванов. Нет. А сейчас мы не про... Сейчас мы давайте расставим. Льва Алекс озвучивал Хабенский со своим уникальным баритоном. Карлсон. Тот самый, наш Карлсон, звучал горлосом Леванова. Гарфилда Кота. Да. Я думаю, что когда они выбирали и Табакова, они имели... Ну, матроски, но что-то вспомнили. Гарфилд появился позже. И Шрека озвучивал Алексей Колган. Возвращайтесь. Будем считать баллы. Ситуация на табло выглядит следующим образом. 40 баллов у команды красных и 50 у команды синий. Поздравляем. Это называется забег почета. Очень интересный вопрос. И я уверен, что у вас будет достаточно много баллов в четвертом раунде. Итак, категорию сериалы выбрали Алтенбек и Оксана. Оксана и Алтенбек в данном случае. И вопрос. Не знаю, насколько он будет сложным. Давайте посмотрим. С одной стороны он может казаться достаточно легким. Но сейчас все зависит от первой его части. Внимание на экран. Клон. Не смотрел. Мажор. Не смотрел. Бумажный дом. Не смотрел. Черная любовь. Острые козырьки. И отчаянные домохозяйки. Ну что-то знакомое есть. Ни один из сериалов не смотрел. Мажор. Острые козырьки. Вообще не любит. Ни один из этих сериалов слышал, но не смотрел. А вот это, кстати, очень важно насчет того, что слышал. Да. А теперь, внимание, вопрос. Слева страна-производитель этого сериала. Ой, мама. Да не, ну это же легко. Три, два, один. Поехали. Первая страна. Испания. Так. Только не подсказываем, не подсказываем. Ставим сама быстрее. Так. Дальше. Бегом обратно, бегом обратно. Так. Великобритания. Вот это, по-моему, легко. Поддержим аплодисментами. Так. Нежно, нежно, нежно. Тишина, тишина, тишина. Так. Дальше. И Турция. Турция. Это очень интересно. Так. Есть, мне кажется. Подозвонил. И Бразилия. А вот Бразилию куда вы бы поставили? Наоборот. Вот так вот поставлю. Клон и Бразилию, и Великобритания, скорее всего. Самый легкий-то мажор. Вот так. Вот так, наверное. Хорошо. Окей. Если бы так можно было в нашей викторине. Ну что же. Вот сейчас вообще все правильно. Но давайте поступим следующим образом. Я все-таки верну, как было. Вот. Бразилию пока подержу. Итак. Поехали. Испания и бумажный дом. Это самое начало было. И это была правильная догадка. Молодцы. Курция и черная любовь. По названию вообще, да, как-то... Неправильно, да? Просится. И это правильно. Так. И Бразилия. Бразилия. Клон, клон, клон. Это клон, скорее всего. Вот теперь, да. Потому что домохозяйки это американские, мажор это российские. А острые козырки это итальянские, то... А, это американские тоже, по-моему. А, нет, Великобритания, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо Геннадии. Большое спасибо Хороша. Всего вам доброго и удачи. И вас ждет финальный забег, к которому вас ждет главный денежный приз нашего шоу. Поехали. Правила финала телевикторины «Бегом за деньгами». На игровом поле расположены 8 ячеек, по 4 с каждой стороны. На столе ведущего 8 табличек, которые он поочередно выдает участнику финального забега. Задача игрока – определить, какие 4 плашки соответствуют выбранному понятию на табло. Для этого у финалиста есть 60 секунд. Это финальный забег. Викторина «Бегом за деньгами» здесь, на Хабаре, под аплодисменты нашей студии. Мы приветствуем еще раз команду «Синие». Алтубек Рахметов, телевизионный продюсер и режиссер. Оксана Мухаморова, музыкант-педагог, сыграли неплохо. Самое главное – вы здесь, в финальном забеге. Итак, шаг номер один. Перед вами красная и синяя сторона. Какую выбираете? Ну, наверное, мы выберем все-таки синюю. По цвету своей? Да, по цвету своей команды. Хорошо. И пусть будет всегда синее небо над головой. Мирное. Мирное, да. Замечательно, прекрасно. Итак, а что скрывается за синим таблом? Байопик. Ну, собственно, жанр кино, который вы прекрасно знаете. Нашим зрителям, если они не помнят. Напомним, это у нас фильмы о… Ком-то. О ком-то. Об исторических личностях, ну или об интересных людях. Теперь, кто будет бегать, а кто будет подсказывать? Давай, ты, наверное, помоложе. Давай, тебя помоложе. Оксана, тогда ты в кнопке. Алик, я дорогой, ты здесь, с левой стороны. И все просто. Вот отсюда тебе будет чуть удобнее видеть. Оксана, 60 секунд, 8 табличек, 4 из них… Должны быть там. Байопики. Те, которые не байопики, с той стороны, да, Аутенбек может прямо с места тебе подсказывать, что куда ставить. Я могу неправильно подсказывать. Байопик не байопик. Да, да. Я могу неправильно подсказывать, поэтому… Так я тоже не особо. Ты тоже думай. Байопик. Бога, надейся, сам не плашай. Прекрасная мотивация, значит, игры. Я тебе, конечно, подскажу, но не факт, что правильно. Три, два, один. Нажимаем на кнопку и первая табличка. Не байопик. Не байопик. Да. Нет, 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 нет. Вот сюда же надо ставить. Оксана, быстрее, быстрее. Вот сюда. Так, отлично. Дальше. Один номер. Не байопик. Так, хорошо. Байопик. Отлично, прекрасно. Тем не менее, несмотря на… Не байопик. Не байопик. Так, хорошо. Следующий. Джеки Чан. Давай байопик. Так. А, байопик. Так. И осталось две таблички. Времени не хватает. Бегом, бегом. Не байопик. Так, остались еще 20 секунд. Главное не ронять таблички. И… Давай байопик. Это на байопике байопик. Так, 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 так. Это про этого. Давай, мой любимый пустарь. Быстрее, быстрее. 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 Наконец-то в финальном забеге это произошло. Они уложились в отмененное время. Это плюс 10 баллов, да? Нет, это деньги. А теперь внимание на эту левую сторону. Король говорит, богемская рапсодия, Джеки и Амадей. Это все боёбики, молодцы! Это что я про кого? Амадей про Моцарта? Джеки не знаю, король не знаю. Джеки про меня, про Джеки Чанна. Да, спеши, были такие пьяные. Богемская рапсодия, это о группе Куин. Да, и король говорит о короле Георгии, да. Вы выиграли 100 тысяч, супер, молодцы! Я за вами горжусь, вас с этим поздравляю. Но хочу предложить еще дополнительную бонусную игру. Сыграем? Давайте сыграем. Это просто бонус, но мы не теряем деньги. А вот это как раз момент, можете потерять немного. Давайте сыграем, давайте сыграем. Все, мы играем в бонусную игру. Бонусная игра сразу после рекламы здесь на Хабаре, не переключайтесь. Итак, викторина «Бегом за деньгами». Финальный забег, в котором участвуют Алтембекар Ахметов, Оксана Мухоморова. Они справились с первой основной частью, выиграли 100 тысяч, справились с боек пиками. Итак, бонусная игра. В случае, если вы с ней справитесь, у вас будет плюс 20 тысяч к вашему выигрышу, и того 120. Если не справитесь, то будет минус 20. Алтембекар, прочитай, пожалуйста, название с красной стороны. Мы миллеры, бриллиантовая рука, один дома, мальчишник в Вегасе. По-моему, я все эти фильмы смотрел. Так. Да. И что их объединяет? Это написано на красной стороне вашего табора. Это комедии всех. Комедии, ответ. Комедии, и все их объединяет, наверное, какие-то семейные ценности. И правильный ли это ответ? Давайте посмотрим на табло. И это комедии! Совершенно верно, еще и семейные ценностями, как вы выяснили. Я вас поздравляю, 120 тысяч, и я ваш выигрыш! Вы в финальном забеге с прекрасным результатом. Алтембек, я знаю, ты хотел что-то сказать о выигрыше. 120 тысяч мы, в принципе, пополам делим, да? Ты со своими 60 тысячами делаешь, что хочешь. А я свои 60 тысяч перечислю в фонд пострадавшим от землетрясения в Сирии и в Турции. Спасибо большое, друзья! Важный вопрос. Что бы вы порекомендовали игрокам, которые придут после вас, про первые четыре раунда, про финальный забег? Как играть? Что не упустить, что учесть? Оксана, давай с тебя. Я как после пробежки, ну как что, побольше смотреть комедии, там, не знаю. В основном уже все вопросы социальные какие-то, вот из жизни, что-то такое. Я бы так не сказал, у нас разные. Быть эрудированными. А, хорошая совета. Вот это я хотела сказать. Замечательно, прекрасно. Алтембек. Держать везде. В первую очередь надо быть собранным. Иногда думать не только мозгами, но и ногами. А. Да, да. И я пожил на этом свете нормально, уже больше полувека живу. И даже несмотря на это, Серик, тебе огромное спасибо. Я что-то новое для себя в этом проекте, в этой программе узнал. Огромное спасибо. Дорогие друзья, вот здесь указан номер WhatsApp, на который мы от вас ждем заявки. Пишите, рассказывайте о себе. Наши редакторы обязательно с вами свяжутся. И после этого, я надеюсь, вы окажетесь в этой студии и сможете сыграть классно и выиграть деньги. Вам большое спасибо. Успехов. Всем большое спасибо. До встречи до Табаре. Пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...